И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы. Ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Почему Иисус сравнивает свое пришествие с настолько неприятным для человека событием? Об этом мы и поговорим в этой серии. В сегодняшней серии Час, когда не думаете Уважаемый проживающий, я пишу вам это письмо, чтобы сообщить, что ворвусь в ваш дом и заберу оттуда все самое ценное. Пожалуйста, ожидайте меня 15-го числа. Следующего месяца я буду около 3-х часов ночи. С уважением, ваш ночной вор. Такого в нашем мире не бывает. Потому что успех ворона прямую зависит от неожиданности его появления. Если кого-то из вас однажды обокрали, вы прекрасно понимаете это. Ощущения, конечно, ужасные. Чувство неожиданной потери. В час, когда вы меньше всего этого ожидали. Обычно человек так сильно пугается, что даже не сразу понимает, как правильно реагировать. А опытные воры пользуются рассеянностью своей жертвы. Для тех, кто не будет готов, возвращение Иисуса радостной новостью не станет. Когда человек поймет, что Иисус уже забрал свою церковь и сделать при этом ничего уже не сможет, придется принять ужасающую реальность от потери самого драгоценного. Слишком поздно наступит во мгновение ока. Это был счастливый праздничный день в Ираке. И во мгновение ока все превратилось в трагедию. Радость, а через несколько минут безутешная боль от потери. Разве кто-то из умерших мог себе представить, что это их последние минуты жизни? За минуту все поменялось. Но давайте вспомним пример нашего необычного вора в начале видео. Господь Иисус предупреждает о Своем приходе, чтобы этот день стал радостным, потому что Бог не хочет потерять никого. Не хочет потерять тебя, чтобы никого не застать врасплох. Ночью приятно уснуть, но если вы знаете, что к вам придет вор, вы не позволите себе сомкнуть глаз. Точно так же позаботьтесь о самом важном. Вы не потеряете это сокровище, если будете бодрствовать в момент, когда Иисус вернется. В следующей серии Вор приходит в час, когда не думаете. Как же узнать, готовы ли вы к этому моменту? Субтитры сделал DimaTorzok